А мы в Атрете А мы в Атрете А мы в Атрете Очень рады снова слышать ваши песни Конечно, сегодня хочется говорить о масленице О блинах и традициях наших предков Кристин Да, конечно, мы встречаем масленицу Сейчас проходит масленичная неделя Праздник очень яркий, очень старый Древний праздник Он еще справлялся давно-давно Еще до возрождения христианства на Руси Тогда он справлялся 22 марта В день весеннего равноденствия И символизировал, и сейчас символизирует Праздник встречи весны красны Мне кажется, в этом году Как никогда Все мы ждем весну Казалось бы, март уже наступил Ну, практически середина А за окном снег Холод И никакого весеннего солнышка Возможно, завтра, когда Чучело масленицы будет сожжено И наступит настоящая весна Верно Чучело масленицы в последний день Воскресенье Он называется еще прощенный день Целовальник его называли Проводы масленицы Чучело масленицы несли по деревне И потом сжигали его Несли в этот костер масленичный Все свои старые вещи Старые лапти, старые веники, санки Уже, которые непригодны были И все это сжигали Таким образом люди очищались С этим костром Все свои невзгоды Все болезни провожали И готовились к встрече весны красны Нового года И чтобы год был плодородным И добрым для них Вот они сжигали масленицу И провожали все свои невзгоды Мне бы хотелось, чтобы вы сегодня тоже поделились Своими традициями Как вы встречаете этот праздник Как он празднуется в ваших семьях В нашей семье встречается масленица Очень широко Со блинами, с пирогами Все по-настоящему И, конечно, этот праздник Мы не справляем так просто дома Мы справляем его со всем коллективом Вместе Пьем чай с блинами И, конечно, выступаем Вот мне бы хотелось узнать рецепт Ваших блинов Как готовят блины в вашем доме? Ангелина Все просто так же, как и везде Молоко, яйца Сахар И сода, наверное Но, тем не менее Казалось бы, ингредиенты У всех одинаковые Но блины-то получаются Всегда разные Кристина Как вы считаете Вот в чем секрет? Почему? У каждой хозяйки Получаются свои блины Какая хозяюшка Такие блинчики В Масленицу Пекли блины разные Пекли овсяные блины На гречневой муке Пекли блины Что интересно Что наблюдается В определенных губерниях Пекли с понедельника По среду Овсяные блины И овсяный кисель варили А вот с четверга Пекли блины На пшеничной муке Маш Любишь ли ты блины И с чем предпочитаешь Их кушать? Я больше люблю Есть блины Со сгущёнкой И больше всего с вареньем А, честно признайся Помогаешь маме Готовить Это любимое Наверное Все семьи лакомство Я Даже бывает Сама готовлю Ну тогда рассказывай Делись рецептом Как готовишь блины Ты Я думаю Что нашим юным телезрителям Это очень интересно И у них ещё есть время Приготовить блины По твоему рецепту Мария Муку добавляю Молоко Яйца Сахара И соли Чуть-чуть Получается это вкусно? Да Очень вкусно Маш, как ты попала в театр? Кто привёл тебя? И я знаю, что здесь занимаются и взрослые, и дети Вот у тебя какая история? Тебя сначала привела мама, а потом мама привела ты? Или наоборот? Ну, я приехала из Калининграда, и потом моя тётя рассказала маме о фольклоре, и тогда мама привела нас на фольклор Ну, вы пришли сразу вместе, Юля, возьмите микрофон Отдавайте блины, я понимаю, что с ними очень сложно расставаться, и хочется сразу же съесть, но тем не менее, с чего началась ваша история с театром народного фольклора? Да, да, сестра меня привела в этот коллектив, познакомила со всеми, мне очень понравилось, и мы решили остаться И теперь занимаетесь всей семьёй? Да, занимаемся, учимся петь и танцевать, и очень всем нравится, и вот дочери тоже А всё-таки больше за это время узнали именно о традициях русского народа? Да, больше узнала, конечно, и каждый день узнаю что-то новое для себя Кристина, я так понимаю, ну, помимо того, что вы разучиваете песни, танцы, ставите спектакли, безусловно, наверное, большая работа проводится именно в историческом плане, то есть вы очень много рассказываете о традициях Да, конечно, весь уклад народный, всё мы рассказываем, даже кухня, рецепты традиционных блюд, рассказываем о костюмах, рассказываем о праздниках, как справляли, в каких областях справляли Всегда по-разному было, в Орловской губернии так справляли, в Рязанской по-другому Вот, конечно, мы всё рассказываем о всей нашей большой многогранной России-матушке Ну что, споём? Споём! 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 А часто все вечер нету, Молосово-собо не боится. И сеется вверх на руку, А я наверх на руку поэту, А я саратшинку куплю. Ну, мы спросили рецепт у Марии, Я думаю, что Вера, пришла твоя. Пора поделиться вашим рецептом Семейным приготовлением блинов. Любите ли блины? Да, очень мы любим блины, Но я так, в принципе, не готовлю. Мама готовит с Аней, А я так, бывает, помогаю. А с чем любишь ты блины кушать? Я с вареньем, с мясом. Ну, вот. Нравится ли тебе заниматься В театре народного фольклора? И чему ты уже научилась за это время? Потому что театр работает только с августа 2018 года. Ну, мы научились очень многому. Что ты уже умеешь делать? Петь. Мы еще хеография. Вот, ну. В общем, поешь, танцуешь. Анечка, бери микрофон. Я думаю, что ты сейчас немножечко дополнишь рассказ сестры. Как ты попала в театр? Ну, мы сначала занимались в ДК в уборах, А потом нас в Успенске пригласила туда заниматься. Какая атмосфера у вас царит? Ну, нам понравилось заниматься. Я люблю театр народного фольклора. Заниматься фольклором. Чем нравится, чем привлекает? Что для тебя самое любимое? Петь песни. Петь народные песни. А они какие народные песни? Они есть старинные песни, которые из деревень пришли. Кристина Валерьевна с нами изучает их. Полин, что для тебя фольклор, что для тебя народная песня? В первую очередь фольклор для меня, это, скорее всего, наш фольклорный театр, потому что мы уже за такой короткий промежуток стали семьей, которая всегда все праздники, дни рождения и, собственно, Масленицу мы всегда отмечаем вместе, поем песни, танцуем. Как готовились в этом году к этому празднику? Ну, я думаю, что, во-первых, мы, естественно, готовимся к концерту, как на каждый праздник у нас происходит концерт. Мы репетируем, ну и в конце какой-то день выбираем, где мы собираемся вместе, отмечаем все. Сжигайте чучело Масленицы и кушайте блины. Да? Ну да. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, у нас блины-то не такие, у нас блины вкусные, мы обязательно их попробуем. Ну, конечно, уже после эфира. Кристина, расскажите, как готовились к Масленичным гуляниям, концерту, получился ли спектакль? Мы всегда готовимся к каждому концерту, все собираемся на репетиции, поем песни, разучиваем песни, все собираем воедино, присказки, поговорки используем народные в своих представлениях. А какие вот самые интересные поговорки, которые касались бы Масленицы? Ну, например, без блина не Масленица, или Масленица боится горькой редьки, допаренной репы. Ну, вот, например, такие поговорки. Сегодня в студии, конечно, у нас далеко не весь коллектив театра «Живые традиции Руси». Вас гораздо больше. И я еще раз хочу сказать, что у вас занимаются как совсем юные участники, так и очень-очень взрослые. Да, это так. У нас большой коллектив, от трех лет занимаются у нас детки. И вот без ограничений возраста. Да, предела нет. И очень радует, что приходят дети, а потом родители узнают, что есть взрослая группа, где родители могут себя проявить, и приходят заниматься. У вас, получается, уже такой прям семейный театр. Да, семейный ансамбль – это здорово, потому что мы не только отдельно детская группа поет, отдельно взрослая, но мы еще вместе поем. И есть общий репертуар, нарабатывается сейчас общий репертуар, где дети, взрослые вместе исполняют песни, вместе пляшут. Это здорово. И я думаю, это нравится прежде всего родителям и детям, что они вместе. Осенью вы активно гастролировали по району. Продолжится ли эта деятельность? И куда планируете отправиться? Возможно, вдруг поступят предложения и за рубеж поехать с вашими песнями. Ну, конечно, нам всегда радостно представить фольклор. Наш фольклор родной. Все равно, в каком городе. Хочется, чтобы наш народ слышал как можно больше своих народных песен, больше знал о своих традициях и обычаях. Поэтому мы всегда рады всем концертам, которые нас ожидают. Светлана Викторовна, но у вас сначала в коллектив пришли дети или вы? У вас классическая история? Нет. Ну, как классическая. Я с детьми. Прямо сразу. То есть, ну, мама, как всегда, за ручку. С одной стороны одна, с другой стороны другая. Вот куда они, туда и я. Ну, первый шаг, конечно, сделали дети. А мама не устояла. А до этого вы когда-нибудь пели? Ну, нет, наверное. Внутри пела. А когда услышала, что дети запели, ну, и так скромненько тоже хочу. Потому что это кровь забурлила, да. Но я потом поняла, осознала, что это не кровь, да. Это наша генетика. Да, мне, наверное, это зов предков наших родителей. Ну, и, конечно, даже не задумываясь, да, и окунулась в это всё. Что для вас? Рада и счастлива. Это наша жизнь. Всё, ну, мы без этого уже не можем. Как бы нам не было тяжело. Бывает очень тяжело, потому что, да, потому что мы отдаёмся. Это всё своё личное время, да. Ну, хочется, чтобы не только я это знала, мои дети это знали. Я хочу, чтобы все знали, все детки знали и умели петь, да, потому что, ну, вот это бумс-бумс-бумс, да. Мне так жалко, когда это кто-то может слышать и не слышать другое. И вот мы очень стараемся, мы очень стараемся. Кристина, ну, наверное, у детей должен быть всегда выбор, какую музыку слушать, но они при этом не должны забывать о традициях своего народа. Конечно, потому что музыки много, конечно, должны наши поколения подрастающие знать свою культуру и свои традиционные песни и уметь их спеть. Что бы вы пожелали всем в Масленицу? В Масленицу я хочу пожелать всем добра, чтобы благополучия в домах у каждого было. Ведь как Масленицу проведешь, так и дальше будешь жить. Всегда в старину говорили, вот если ты не радуешься в Масленицу, не участвуешь в народных забавах, то и дальше жить будешь не так весело. А вот если иначе ты играешь, радуешься, даришь положительные эмоции друг другу, то и жизнь такая будет добрая и благополучная. То есть нужно выходить на улицу и все вместе провожать зиму, зиму и встречать весну красную, конечно, песнями и плясками. Ну вот мы сегодня и встречаем их песнями. Тёща для дядя блинов на пекла Стоит муки на 4 рубля Завтра у изюм на 8 рублей Стали в левые от 13 рублей Думал о тёщах, про все гостей Дядюшка сел на и северный съесть Тёща по городке Попажем твоей Коса на дядюшку Поглядывай Папы, бядяшка, не розорвало Розорвей, розорвей, тёща мою Розорвей, розорвей, тёща мою Тёща мою Розлёбезною Тёща мою Розлёбезною С Масленицей вас с весной С блинами Спасибо, и вас с Масленицей поздравляем Спасибо, что сегодня были с нами Вы смотрели программу «Моя планета» Верьте в себя, и у вас всё обязательно получится Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»